При устройстве на работу в Азербайджане требуется хорошее знание национального языка. Человек, который уважает себя, уважает страну, в которой он живет, ест хлеб этой страны, я не представляю, как можно не любить, во-первых, язык этой страны и не говорить на нем. На самом деле я не училась азербайджанскому языку, то есть у меня не было педагога, который занимался со мной специально азербайджанскому языку. Я училась в русской школе, но у меня по-русскому было всегда 4, а по-азербайджанскому 5. Наверное, это с детства так уже было. Когда мне было 3 года, я уже пела на азербайджанском языке песенки, я понимала, я разговаривала. Даже был момент, что меня хотели взять в Азербайджанскому языку. И при этом хочу отметить, что у нас дома не говорят на азербайджанском языке. Но в институте я училась в Азербайджанскому языку. Это тоже было мое желание, потому что как-то мне самой захотелось. Когда я получила уже, грубо говоря, указ о том, что я буду вести новости на азербайджанском языке, честно говоря, я не принимала, долго не принимала. Как я не могла смириться с этим? Я до последнего говорила, что это невозможно, я не смогу. Говорите одно, вы правильно говорите, но есть термины. Я каждый день читала газеты на азербайджанском языке. Вначале я многие термины сама только не понимала. Я думала, что так милля, стрельмя, все такое слово, я никогда не смогу сказать. Я думала, что у меня будет ломаться язык, когда я буду в эфире. Но было очень сложно. Честно говоря, я не верила. Я научилась в процессе, нежели сказать, что я пришла и знала все эти термины. Я говорила на азербайджанском с детства не с целью куда-то продвинуться, не с целью стать ведущей, не с целью стать популярным человеком, не с целью подняться на какую-то должность. Нет. Я говорила с детства, тогда я не думала вообще о будущем. Просто мне нравился этот язык. И поэтому мне сложно немножко ответить на вопрос, что бы было бы, если бы не так, потому что я с любовью отношусь. Не с условием, что я должна знать азербайджанский, тогда у меня будет хорошее будущее, а потому что я хочу знать этот язык, и поэтому я его учила. А то, что будущее, я думаю, это просто как подарок от судьбы, от Бога. Среди закавказских государств, пожалуй, в большей степени русский язык пользуется заслуженным уважением и популярностью в Азербайджане. Азербайджанский народ, он очень-очень, как бы сказать, доброжелательный в первую очередь. Я сравниваю ситуацию, которая происходит сейчас, например, в Грузии и в Азербайджане. Это совершенно разные две вещи. Если находясь в Грузии, я не знаю грузинского языка, это не мой родной язык, я не живу в этой стране, то есть я еду туда по делам, спросив что-то на русском языке, тебе никогда никто ничего не ответит. Но в Азербайджане с таким я не сталкивалась, потому что были моменты, когда я и на русском спрашивала что-то где-то в магазине, где-то на улице и так далее. И я не видела, даже если люди, то есть азербайджанский народ, они не знают русского языка, они могут тебе ответить на русском языке, они обязательно тебя поймут, потому что я не думаю, что русский язык настолько далеко ушел от Азербайджана, что прям настолько молодежь не понимает русского языка. Они минимум поймут его хотя бы, и они обязательно тебе помогут.